Всем здорово, чуваки, с вами Алекс Хелф. И как вы помните, ребят, в прошлой серии в результате проверки у нас нашли запрещенные вещества и нас отправили под суд, где вынесли приговор в виде 4-х лет заключения. Но в сегодняшнем ролике я планирую им отомстить, проведя проверку под полным прикрытием, после чего мы уволим всех сотрудников, которые как-либо нарушают правила. Короче говоря, сегодня будет большое видео о большом расследовании, где очень много людей будут уволены из правительства. Я уже переоделся в маскировку и сейчас буду отправляться непосредственно в самоуправительство, где и будет происходить наше событие. Как мы видим, сейчас проходит строй, но нас это в принципе не волнует, потому что мы берем сначала служебное транспортное средство, а потом, собственно, и личное, которое я зарегистрировал в резерве ФСБ. Оно нужно нам для оперативного ухода с места происшествия, ведь заподозрить в чем-либо нас не должны, тем более задержать, потому что мы просто должны выявить все нарушения и спокойно уехать заводить уголовное дело. Приехал я вот на такой BMW M2 Competition, она сделана абсолютно полностью под ФСБ, то есть у нее черный цвет, черная тонировка, и сейчас мы отправляемся в правительство. Здесь мы встанем, как обычные рядовые, не будем сначала привлекать никакого внимания, для того, чтобы увидеть все основные внешние нарушения, но потом уже увидим и внутренние. Меня радует то, что сейчас в здании нет губернатора, который, в принципе, мог бы нас как-либо повязать, но есть старший состав, поэтому надо быть максимально аккуратным. Я думаю, хорошим ходом будет подойти к обычному рангу, то есть к обычной шестерке, там до восьмого, до седьмого ранга, и попросить у них что-либо мне продать. Если они расколются, то это будет определенные хорошие доказательства на них. Для начала, конечно же, надо поздороваться, но после этого мы спрашиваем, продашь ли ты мне тайзер. Если что, продажа оружия также, думаю, запрещена, поэтому мы сможем завести уголовное дело в случае положительного ответа. Но, к большому сожалению, у него нет тайзера, и мы не смогли на него ничего завести и накопать. На меня сразу же обратили внимание, поэтому нам надо его немножко сбавить. Я решил поработать, просто постоять, как будто бы я охранник и охраняю правительство. Но вот, ребятки, у нас появилась первая проблема. Пришел Амир Бешамон, который, кстати говоря, участвовал в прошлом суде. То есть, по сути, по нику он меня может спокойно вычислить и понять то, что я пришел на внедрение из ФСБ. Это, на самом деле, может нам как-либо помешать. Но посмотрим, что будет дальше. Но, в любом случае, он не может нас просто так раскрыть, потому что мы сейчас находимся под прикрытием. Единственное, что нам может помешать, это то, что он будет вести себя обыкновенно, то есть, не будет делать никаких нарушений, за которые мы можем придраться к правительству. И вот, наконец-то, первое нарушение от младшего состава. Он меня просто берет, фигачит. Но у нас, кстати говоря, есть боди-камера, которая расположена у нас на рубашке, и она все записывает. Соответственно, мы это сможем передать в уголовное дело, которое мы заведем после самого внедрения. Ну и, конечно, друзья, его надо сейчас за это наказать, поэтому я его позвал с собой. И вместе мы попробуем что-нибудь сейчас у него разведать, узнать и найти что-нибудь запрещенное. Думаю, я поступлю по той же схеме. Я попрошу его продать что-либо мне. Например, мы скажем то, что продашь мне тайзер или порошок за определенную хорошую цену. Слушай, для начала мы спросим, нет ли у тебя ничего интересненького? Ну, конечно, на продажу, как иначе, в другом случае его это абсолютно не будет интересовать. Например, оружие или что-либо другое. И благодаря ему у нас действительно появились проблемы. Ведь, как я понимаю, сейчас он пойдет жаловаться какому-либо прокурору или кому-то другому из старшего состава. У нас сейчас находится Амир Бешамон. Это у нас, по-моему, восьмой ранг. То есть прокурор. И это для нас максимально неприятно. Потому что сейчас у нас могут быть проблемы. Ведь они могут позвать старший состав, который девятый, десятый ранги. И они могут вызвать полицию, а также заковать меня в наручники. Соответственно, до разбирательства. Вот сейчас, ребятки, у нас настоящие проблемы. Потому что сейчас пришел губернатор и хочет меня задержать. Потому что он знает то, что меня нет в списках, меня нет в организации. И, скорее всего, ему в дискорде или где-то там доложили его сотрудники о том, что у нас внедрение. Потому что все меня знают, исходя из прошлого видео. И потому они могли, соответственно, сообщить губернатору, который сейчас зашел в игру. Наша главная задача прямо сейчас, это максимально отнекиваться от всего. То есть не давать никаких показаний и не раскрыть нашу личность. То есть по правилам нельзя говорить о том, что я пришел из ФСБ и так далее. Также и сотрудники не могут рассекречивать мою личность. И я решил придумать версию о том, что якобы я пришел на собеседование сегодня утром, вступил и меня еще не успели занести в списки. Возможно, мы сможем как-либо отвертеться, хотя, в принципе, они, скорее всего, уже понимают в жизни то, что я из ФСБ. Вы проникли на мою территорию без разрешения, говорит губернатор. И это, на самом деле, сильная предъява, за которую могут, в принципе, вызвать полицию. И нас за это могут, конечно же, если нас нет в списках, арестовать и увезти в участок. Этих проблем нам не надо, но, соответственно, мы и не можем палиться о том, что мы ФСБшники. Сейчас попробуем как-нибудь выкрутиться. Я у вас работаю, просто в списках не заношусь. Как я это уже и говорил вам. Наша главная задача сейчас максимально импровизировать, для того, чтобы они не смогли никак нас задержать. Поэтому мы пишем, вам нужно удостоверение. Например, я попробую отыграть то, что у меня якобы оно лежало в кармане, потом дойти до машины, соответственно, сказать им то, что у нас удостоверение лежит в машине. И после этого быстренько садимся в машину и укатываем в закат. И вот еще одна печальная новость. Димасик Колесников, то есть губернатор, снял наручники с пояса и надел на Алекса Хелфа. Вы задержаны, сейчас будем разбираться. То есть, скорее всего, они сейчас будут вызывать МВД Арзамаса или же Южного. Ну, Арзамаса, потому что правительство находится в Арзамасе. И, соответственно, будем во всем разбираться. Но главное, что меня радует, то, что они не заметили бодикамеру, которая на данный момент снимает все, и у нас есть доказательства их нарушений. Соответственно, в здании ФСБ мы уже сможем завести уголовное дело. И да, как я и говорил, вызывайте полицию, сотрудники будем разбираться. Он говорит сотрудникам о том, чтобы они вызывали полицию, то есть сейчас приедет наряд, и мы будем разбираться. Я думаю, сейчас будут слова, в принципе, излишни. Поэтому будем просто сидеть и ждать, соответственно, полицейских. Почему-то вместо целого наряда, на вызовов правительства, приехал лишь один полицейский, Адиль Джестер. И мы ему говорим, меня почему-то не занесли в списки. То есть, мы сейчас попробуем сыграть на дурачка, как будто бы мы ничего не понимаем, как будто бы правительство ничего не понимает. Говорим то, что они, мол, нас просто так заковали в наручники, и, в принципе, ничего не хотят делать. Ждем только вас и вашего решения. Как я уже и говорил, предложим, могу удостоверение показать. То есть, сейчас, если он нас выпустит к машине, соответственно, после того, как мы скажем то, что у меня сейчас с собой его нету, мы просто выйдем к машине, и если он нам разрешит, мы просто, ну как разрешит, мы просто возьмем и уедем. Я считаю, что это вполне хороший план, потому что машина у нас бронированная, и они не смогут пробить наши колеса, так как у нас стоят специальные шины, которые нельзя пробить пулями от пистолета, которым вооружено правительство и МВД. Кстати говоря, среди всего этого скопления людей, их, кстати, тут очень много, я увидел человека под именем Ник Бустал. Он, кстати говоря, у нас был адвокатом на прошлом суде, который был в прошлой серии. Он у нас сейчас говорит то, что я проник в правительство в виде сотрудника, но по спискам меня нету. Задержали. Ну, молодцы, оперативно сработали. Ну, а теперь давайте отпускать. Было бы очень хорошо найти компромат на этого Ника Бустала, потому что в прошлой серии, как вы все помните, а если кто-то еще не видел, кстати, гляньте обязательно, он нас просто взял и кинул. Он был нашим адвокатом и решил идти против нас. Ну и, судя по словам полицейского, можно сказать то, что он сейчас нас освободит, то есть снимет с нас наручники для того, чтобы мы показали удостоверение. В принципе, можно прямо сейчас взять и убежать отсюда, но я считаю это не лучшим планом, потому что за нами сразу побегут и могут нас оглушить электрошокером. Но если мы сейчас сделаем все грамотно, подойдем к машине, скажем то, что у нас удостоверение в машине, думаю, нам смогут дать возможность убежать, точнее уехать в здание и, соответственно, боди-камера будет у нас. Но почему-то наш план сотруднику не понравился, он решил нас обратно закрывать в наручники. Будем придумать новый план, при котором мы сможем сохранить нашу боди-камеру и вылезти без тюрьмы. Я вас обязан арестовать, но у меня же есть удостоверение в машине, как вам этого непонятно. Идемте в бардачке глянем. Короче говоря, наш план надежный, как швейцарские часы, просто взял и разрушился в моменте. Погодите, пишем мы, но они ведут нас на улицу и хотят затолкать нас в бобик и увезти в здание, для того, чтобы там уже как-то либо допрашивать, либо что, я даже не знаю, что они планируют со мной творить. Но мы опять же утверждаем о том, что у нас удостоверение в машине и стоило бы на него взглянуть. Тут подъехал еще один полицейский, потому что он больше рангом, и я думаю, то, что младший полицейский, который как раз-таки нас задерживал, решил посоветоваться насчет этого дела со своим старшим составом, то есть с полковником Владимиром Бешамоном, который, кстати говоря, в прошлом ролике нас обыскивал и нашел запрещенные вещества. Пишем ему здравия желаю и пишем о том, что сейчас происходит что-то для меня непонятное, то, что я сотрудник правительства, ну и, в принципе, всю вот эту вот сказку, которую я вам до этого и рассказывал. Вообще, мы будем надеяться на то, что сейчас он совершит глупую для них и очень хорошую для нас ошибку, выпустит нас и даст показать удостоверение из машины. Посмотрим. Будем, конечно же, ему говорить о том, что у нас удостоверение в машине, дайте мне уже скорее его показать. Хотя бы он откликнулся на наши зовы о том, что у меня удостоверение в машине и подошел к нам, спросил, где у нас автомобиль. Мы, конечно же, ему пишем о том, что у меня удостоверение в машине, опять же, это говорим и говорим о том, что у нас автомобиль прям стоит около, черный, BMW. Кстати говоря, там писали о том, что эта машина достаточно подозрительная, поэтому меня и задерживают. Кстати говоря, это вообще глупая идея. Он вытащил меня из машины и сейчас вместе со мной пойдет. Будет очень хорошо, если он меня высвободит и мы сможем быстренько укатить. Но что-то мне на самом деле подсказывает о том, что он просто сам попробует ПРП проверить и найдет какое-либо удостоверение. Вот моя черная красоточка, которая зарегистрирована на ФСБ. Он говорит, ведем к машине ключи, где обязательно пишем о том, что они у меня в правом кармане, отыгрываем это через события, для того, чтобы нам не дали какой-либо варн. Ну и опять же, следующий наш план пошел боком, потому что он сейчас будет сам рассматривать автомобиль, сам найдет удостоверение. Это значит то, что освободится сейчас у нас минимальное количество шансов, потому что вряд ли нас кто-то сможет вынуть из наручников. И да, ребятки, действительно, он сам достал ключ, открыл авто и сейчас на него садится и будет смотреть, что же у меня там находится. Сейчас у нас появилось действительно огромное, я бы даже сказал, намного больше, чем прошлая проблема в том, что Владимир Бешамон аккуратно достал удостоверение и показал удостоверение сотрудника ФСБ губернатору. Соответственно, как полковнику МВД, так и губернатор знают о том, что сейчас около них находится я, сотрудник ФСБ. То есть сейчас у нас уже никаких аргументов против этого и быть не может. Они будут обязательно вызывать все ФСБ для того, чтобы это все проверить. И мы нашли первое грубейшее нарушение, за которое мы можем уволить человека. Сейчас прошла информация о том, что они вызывают ФСБ. Я спрашиваю, зачем их вызывать? И один из сотрудников, точнее, Тема Горубунов, говорит о том, что удостоверится, что вы их сотрудник. Соответственно, делаем выводы, ребятки. И сейчас он взял и спалил о том, что мы находимся на работе в УФСБ. Конечно же, это все, абсолютно все зафиксировала боди-камера, зафиксировала звукозапись. То есть сейчас у нас есть вполне адекватные аргументы для того, чтобы их задержать. Но, соответственно, это мы сделаем после того, как вернемся к нам в отдел УФСБ. Короче говоря, все, нас сейчас запихивают машины и будут увозить в отдел ГУМВД. Как я понял, они сейчас вызвали ФСБ для того, чтобы они нас как-то, я не знаю, что они сейчас будут делать. Я думаю, наши сотрудники что-нибудь придумают. Скорее всего, у нас проведут определенный допрос, при котором будут спрашивать, мол, типа, откуда у тебя удостоверение ФСБ, откуда то-то, сё-то. Посмотрим, как мы сможем из этой ситуации вылезти. Будем, конечно же, придумывать все на месте. Привезли нас сейчас в отдел, сейчас будут допрашивать. Вместе с нами приехал Ник Бастл, который был нашим адвокатом, Демасик Колесников, это губернатор нашей области, и Амир Бешамон, это восьмой ранг правительства. Также около нас стоит Владимир Бешамон, это полковник ГУМВД, и Адиль Джестер, который как раз таки приехал на вызов в правительство. Вы можете увидеть в чате то, что полковник Владимир Бешамон написал в департамент ГУМВД, то у ФСБ явитесь в ГУМВД в отдел допросной. То есть они сейчас вызывают старший состав УФСБ, то есть моих ребяток, сюда, в допросную, для того, чтобы все это обсудить. А губернаторы попросили опять же проверить списочки. Возможно, вышла какая-то ошибка в результате которой меня не нашли. Ну, конечно, мы знаем то, что у нас там и не должно быть. Но Демасик Колесников проверил и говорит, нет у меня его в списках. В это время ГУМВД, то у ФСБ говорит, очень интересное дело. А наш замдиректор Николай Питерский говорит, у ФСБ эту ГУМВД принял, зайдем. То есть сейчас они придут к нам в допросную, и здесь мы будем со всем этим разбираться. Кстати говоря, пока тут я ждал ФСБшников, я нашел еще одно очень интересное нарушение, за которое мы также можем завести уголовное дело. Сейчас просто послушайте, что он говорит в голосовом чате. И да, ребятки, у нас наконец-то появились доказательства на нарушение восьмого ранга правительства на Амира Бешамона, которого я, кстати говоря, очень-очень сильно хотел закрыть. Ну, а в это время Владимир Бешамон говорит, так, вот и едут сотрудники ФСБ, то есть он сейчас нам пригрожает о том, что они сейчас приедут и что-то с нами сделают. Но самое главное, ребятки, что сейчас случилось, точнее, чего не случилось, я бы сказал, это то, что они не сорвали с меня бодикамеру и не сделали полный обыск. Потому что все доказательства у нас сейчас записаны, у нас есть два, как минимум, грубых нарушения и одно такое, ну, не особо грубое нарушение, за которое мы можем жестко наказать правительство. А вот, наконец-то, после допроса мы и дождались наших дружков, приехал Николай Питерский, как раз-таки девятка, которая отвечала в департамент, и Алена Сибирская. Это младший состав, по-моему, пятый ранг. Мы делаем вид, как будто мы их не знаем, пишем, здравствуйте. Люди уверяют то, что я не нахожусь в правительстве. Что мне в этом случае делать? Опять же, играем на дурачка, как будто бы мы не понимаем, почему же нас нету в правительстве, почему нас нет в списках, и хотим, чтобы вы во всем разобрались. И вот, началась беседа между губернатором и ФСБшниками. Здравствуйте, губернатор Колесников Дмитрий. Задержаны якобы сотрудники правительства, якобы. Ну, конечно, якобы. Очень приятно. Они там пока что представляются друг другу, для того, чтобы знать друг друга по РП, знать, кто какие должности занимает. Нашли при нем удостоверение сотрудника ФСБ, говорит Владимир Бешамон. Здравствуйте, Никита Бустал. Вау, его все-таки так называют, Бустал, не Бастал, ну ладно. Короче говоря, рассказывают они ту же историю, что и говорили раньше. То, что нету вот его в списках, он представляется сотрудником правительства, и мы не знаем, что с ним делать. Пожалуйста, там разберитесь. Николай Питерский говорит, очень интересно. Хорошо, он сыграл, хорошо. Ну, а мы продолжаем стоять на своем. Я сотрудник правительства. Николай Питерский спрашивает, а вы паспорт его проверяли? А Владимир Бешамон говорит то, что меня не принимали на работу. Соответственно, скорее всего, он сейчас попросит показать ему паспорт. Действительно, сейчас мы передали ему документы, и он их рассматривает в поисках чего-то интересного. Но он как понимает то, что я сотрудник ФСБ, и надо меня как-то отсюда выдерживать. Взял паспорт человека напротив, далее раскрыл, и начал листать страницы, изучая. Интересно, что он нам сейчас скажет. Он очень хороший шаг придумал, он меня задержал, и говорит, вы задержаны по подозрению в подделке документов. То есть, сейчас он меня, грубо говоря, увезет в раздел ФСБ, и там будет, и будет говорить губернатору о том, что якобы мы задержали преступника, который, возможно, для вас опасен. Сотрудники ГУМВД, спасибо вам за содействие. То есть, сейчас он нас увезет, там нас обратно, ну, наручники снимет, и, соответственно, мы там уже с ним поговорим о том, что у меня есть какие-либо доказательства, и что мы можем завести уголовное дело на правительство за нарушение уголовного кодекса, федерального постановления, а также закона об иерархии. Мы проведем расследование, он говорит, возможно, этот человек всерьез занимается подделкой документов в Нижегородской области. Вам спасибо. Это дело государственной важности, то есть, сейчас он нас повезет в машину, это меня очень радует. И важной походкой сейчас мы идем в гараж, где у него припаркован автомобиль. Он идет так важно, стильненько, главное, чтобы не споткнулся. Подъехали мы уже к нашему зданию ФСБ, и Николай говорит, ну, ты и натворил, конечно, делов. А я говорю, зато боди-камера, которая фиксировала все нарушения у меня. Я, кстати, за видео это уже говорю, наверное, раз в пятый-шестой. Напишите в комментарии, сколько раз я это говорил, мне даже самому будет интересно. Все нарушения я зафиксировал, и сейчас мы будем заводить уголовное дело на то, чтобы их всех просто прикрыть. А теперь, друзья, нам предстоит не менее трудное дело в заведении уголовного дела, которое мне надо для начала найти все доказательства, то есть, заскринить все моменты, в которых они нарушали, а также предъявить фрапс. После чего мне надо будет это все залить в дискордик, в форум, и там уже его, собственно, завести, ждать одобрения куратора, после чего мы все это провернем. Всю облаву на правительство. Но облавы, я думаю, это нельзя назвать, так как они выше нас по иерархии. Мы просто попробуем поговорить с губернатором, показать все нарушения, которые они сделали, после чего их должны уволить. Будем смотреть, ребятки, что сейчас произойдет. После одобрения уголовного дела поехали мы с составом из трех человек. Я, Амин Сопрана и Даниил Мерзотный, который сзади нас. Поехали мы втроем на двух тачках для того, чтобы нарушителей, которых мы задержим или которые проедут с нами скорее всего добровольно посадить в наши автомобили. Мы будем их, конечно же, наказывать за незнание федерального постановления нашей области. План у нас будет таков. Мы приезжаем, строим весь состав с разрешения губернатора, после чего выбираем тех двух людей, которые нарушили, после чего мы их сажаем в машины вместе с губернатором и везем в допросный отдел у нас в отделении ФСБ, где будем у них расспрашивать всякие детали их совершенного преступления, после чего предъявим губернатору, говорим то, что вы должны этих людей уволить, потому что они посягли на вашу, я даже не знаю, на вашу безопасность. Вот что мы придумаем. Короче говоря, сейчас будет весело и сейчас будут жесткие увольнения. Я просто в этом уверен, ребятки. Наш отряд из самых грозных сотрудников, в числе которых девятый ранг, восьмой и еще один восьмой, кстати говоря, директора мы не стали с собой брать, потому что он сейчас занят. Он готов уже абсолютно войти в это правительство и наказать жесточайшим образом нарушителей. Мы уже в принципе все подготовлены, мы расписали друг для друга план действий, что мы хотим сделать и какие у нас цели в данном здании. Для нас сейчас главное сделать все максимально грамотно, чтобы никто не смог придраться к нашей работе, чтобы никто не смог нас упрекнуть и делать это абсолютно уверенно. На пороге нас сразу же встречает Тёма Горбунов, если вы заметили, это тот самый нарушитель и он даже не знает то, что сейчас мы приехали по его голову. И сегодня он должен просто отлететь. Все сразу же представляются, здравствуйте, я замдиректора УФСБ Амин Жошеев, прокурор Нижегородской области Тёма Горбунов. Он, кстати говоря, прокурор, это седьмой ранг, это старший состав. Поэтому сегодня реально у нас получается очень жесточайшее видео, где мы делаем компромат на буквально вот старший состав, которому есть что терять в организации. Также можно принимать оружие, грозит угроза вашей жизни или коллегам. На этом наша лекция окончена. У пацанов, короче, сейчас получается, что проходит лекция. И, кстати говоря, вы что же это видите? Амир Бешамон сейчас проводит эту лекцию. Обязательно сейчас запомните это в голове, это понадобится через пару минут позже. Я говорю, позовите, пожалуйста, заместителя губернатора или же губернатора, потому что нам обязательно нужен девятый или десятый ранг для того, чтобы это все обсудить. На пару слов. Соответственно, обсуждать мы это все будем конфиденциально, то есть в отдельной комнате. Скорее всего, это будет кабинет как раз-таки губернатора. Пришла Ксения Кобра, это заместитель губернатора. Здравствуйте, заместитель губернатора Ксения Кобра. Здравствуйте. Ну, он повторяется, опять же, представляется о том, что я Амир Сопрано и так далее. Я тот-то-то крутой человек. Отойдемте в отдельную комнату, где мы сможем лично уже поговорить. И вот единственное, что хочу вам сказать, ребят, то, что меня бесит вот эта вот деловая походка гостников, потому что мы идем вот на этом фарше, но зачем нам терять время, когда мы можем просто взять и пробежать в кабинет губернатора? Вот зачем вот это вот все? Вот это вот все на показ просто делает? Ну, вот зачем? Но все равно мы идем этой деловой походкой и сейчас дойдем до кабинета губернатора, который уже находится буквально за углом. Здесь у нас развешаны красивые картины и, в принципе, здесь будет кабинет губернатора, где мы все им расскажем. Опачки, с добрым утром, уважаемый товарищ губернатор. Наконец-таки вы зашли к нам. Димасик Колесников, губернатор Нижегородской области, представляю, хотя его и представлять-то не надо, и пламенный привет. Конечно, можно, я потому что попросил пройти в кабинет. Сейчас мы будем с ним разговаривать о очень важной вещи в результате которой, ну, я вам уже это все тысячу раз говорил, мы уволим. Я вам говорю, мы добьемся увольнения тех двух сотрудников, потому что правительство в последнюю область немножечко наглеет. Думаю, на этот счет я вам ничего не буду говорить про то, что они как-либо наглеют, но вот губернатору мы должны сказать пару важных слов, чтобы он понимал важность дела. У нас дело государственной важности, то есть сейчас он должен нас целиком и полностью выслушать, потому что это касается непосредственно его безопасности на его посту, потому что, ну, вы сами понимаете, быть губернатором в нашей области опасное дело. У нас есть, сколько, четыре целых ОПГ, если даже не больше, которые охотятся буквально на него для того, чтобы свергнуть власть. Я думаю, то, что в комнате, в которой рядом находится буквально вот в соседней комнате находится общественное место, где могут проходить абсолютно любые люди, такие вопросы не решаются, поэтому мы говорим, могли бы вы проехать с нами, и все подробно обсудить. Губернатор на это все отвечает, конечно же, в положительном ключе, потому что он и сам понимает то, что это непосредственно касается нашей области и безопасности нашей области, потому что работа ФСБ это защита как губернатора, так и безопасности всех госорганизаций. Но и все трое сотрудников, с которыми мы сейчас приехали, все абсолютно понимают, для чего мы здесь. Нам двоим присутствовать, Ксения спрашивает. Ну, конечно же, нет, но нам нужны ваши двое сотрудников, потому попробуйте, пожалуйста, сейчас построить весь состав. Мы выберем двоих сотрудников, которых мы пробьем по базе данных и которых я помню по лицу. Мы их выберем и обязательно увезем вместе с вами на допрос. Ну и, конечно, логичный ответ губернатора, а кто конкретно вам нужен? Соответственно, ребятки, они нам не представлялись, соответственно, мы их имена не знаем по РП причинам. Соответственно, мы пишем о том, что мы выберем сами по их лицам, потому что, ну да, мы их пробьем потом по базе данных и, соответственно, вместе с вами заберем. Хотя, сколько раз можно это уже говорить. Ну и, соответственно, губернатор нас позвал в компьютерный кабинет, где, собственно, у всего правительства и проходят определенные строи, где они проводят тренировки, где они проводят лекции. Эта комната не общедоступная, то есть туда не могут приходить граждане, зато можем приходить мы с небольшими такими проверочками. Вот абсолютно весь построенный состав и сейчас мы должны посмотреть в лице каждого этого сотрудника и найти того, кто сейчас нарушает. Точнее, не сейчас, а уже нарушил. И мы его нашли. Вот тот самый Тема Горбунов и мы указываем на него. Вот этот сотрудник нарушил... Ну, как в данном случае мы говорим то, что этот сотрудник нам нужен для того, чтобы не разглашать информацию для других сотрудников, которые младший состав, которые, в принципе, не должны об этом знать. Ну так вот, друзья, буквально пару минут назад я обращал ваше внимание на то, что Амир Бешамон проводил строй и как только он увидел нас, он сразу же вышел из сети. Соответственно, делаем выводы, ребятки, что мы, ФСБ, уже одна из сильнейших, ну, по сути, я бы даже сказал, сильнейшая организация в области. Нас реально боятся. После того, что мы сделали в прошлом ролике, потому что, ну, мы там судились, ля-ля-ля-ля-ля, и сейчас то, что мы сделали определенное внедрение, кстати говоря, в результате которого был очень большой скандал, нас сейчас реально некоторые люди боятся. И я вам реально, вот, ребятки, кто играет на 18 сервере, кто играет вместе со мной, кстати, регистрируйтесь по моему промокоду HEALF, кто играет вместе со мной, не советую, ребятки, нарушать в госорганизациях, потому что мы, ФСБшники, большим дружным составом, следим абсолютно за всеми, за всеми нарушениями, и обязательно предотвращаем некомпетентных сотрудников. Но пока что, друзья, нам надо взять удостоверение у человека, которого мы сейчас выбрали из строя. Он нам сейчас передаст как раз-таки удостоверение, после чего мы возьмем свой планшет и пробьем его полностью по базе данных. Это я все сделаю сам, вам показывать, думаю, это все необязательно. А вот, ребятки, наконец-то к нам вернулся Амир, и сейчас мы будем подходить к нему и проводить абсолютно ту же процедуру, что мы проводили с Темочкой. Предоставьте, пожалуйста, ваше удостоверение. Потому что это тот человек, который нарушил федеральное постановление, и мы его будем также забирать вместе с собой. Ну и все, ребятки, после всех, абсолютно всех процедур ФСБ мы забрали всех этих трех сотрудников, точнее двух сотрудников и одного губернатора. Ну, как одного, он по сути один и есть. Мы их забрали, и сейчас будем садиться в транспорт, после чего мы увезем их в свой отдел, где будет жесточайший допрос. Кстати говоря, очень хорошее, что я уследил, это то, что ребятки в нон-РП-чате писали о том, якобы мы приехали их увольнять. И понимаете, ребятки, они сейчас просто догадываются о том, что сейчас с ними будет. Они уже об этом знают. Ну, губернатор их успокаивает, говорит, мол, нет, я вас не уволю, и так далее. Но мы обязательно этого добьемся, ребятки. Ну, а сейчас мы обратно отправляемся в офис, где будет самая развязка всех сегодняшних событий, ребятки. Для вас прошла буквально секунда, для меня прошло целых полчаса, потому что сначала губернатор сбил человека, потом он остановился около Курганского ОПГ, непонятно зачем, и просто стоял. Короче, очень мутный типок этот ваш губернатор, и мне кажется, ребятки, что он ждал, что что-то у нас произойдет. Что, например, я или другой сотрудник вылетим, и они смогут спокойно отмазаться. Но нет, мы сейчас все вместе идем в допросную, где уже стоит Тёма Горбунов, которые ехали на абсолютно другой машине, и они приехали уже, я бы сказал, очень давно, скорее всего, потому что мы реально очень долго ехали и припозднились. Сейчас мы ему говорим, конечно же, о том, чтобы он отошел с моего допросного места, потому что здесь будем стоять мы, и в принципе, все, кроме губернатора, должны покинуть эту комнату, потому что я буду говорить непосредственно с главой нашей области, с губернатором на этот счет. Они, в принципе, среди нашей компании, они сейчас выделяются, потому что они обычные рядовые правительства, от которых в данном случае уже ничего не зависит. Думать надо было раньше, когда они это все нарушали. И очень важная процедура, которая нужна обязательно при допросе, это камера, которая будет у нас висеть, ну вот примерно, представляете, где рубашка и вот здесь вот карманчик около груди. Вот на этом карманчике будет у нас висеть боди-камера, которая будет все абсолютно записывать, для того, чтобы в дальнейшем никаких разбирательств не было. И, соответственно, также нам нужен диктофон, который будет записывать все записи, для того, чтобы тоже в дальнейшем никаких вопросов по этому делу не было, чтобы мы могли спокойно закрыть данное уголовное дело и наказать нарушителей. Ну и, конечно, ребят, тут большая очень толкучка, потому что очень много людей, помимо того, что все сотрудники ФСБ здесь скопились, потому что здесь происходит какой-то движ, им всем интересно, помимо этого, также и сотрудники, точнее, подсудимые, можно сказать, в данном случае, также пришли в нашу комнату, а мы говорим, покиньте комнату все, кроме губернатора, потому что, как я уже и говорил, общаться мы будем и решать эту проблему конкретно вместе с губернатором. Допрос в закрытом помещении нам обеспечен, все вышли и будут ждать своего вердикта, ну а мы начинаем разговор. У нас есть дело государственной важности, дорогой губернатор. У нас это дело уже очень давно, я бы сказал, потому что я это дело веду уже третий день. Теперь рассказываем ему суть истории. В один из дней я под прикрытием был у вас в правительстве. Я думаю, он прекрасно этот момент запомнил, потому что там был очень большой движ. Я говорю то, что наш сотрудник под прикрытием, потому что, ну, я не буду раскрывать свою личность конкретно, потому что я даже в правительстве не представлялся и в принципе и там они не видели моего настоящего документа, который подтверждает мою личность. Так вот, продолжаем. У нас было сообщение о том, что в здании правительства должен происходить теракт. Соответственно, что мы делали? Мы защищали вас. А вы, получается, вот так вот взяли и сказали о том, что я из ФСБ, что является прямым нарушением федерального постановления. Конечно же, уже пора переходить к сути рассказа, потому мы завели уголовное дело на двух ваших сотрудников одновременно. Одно уголовное дело по одной статье на целых двух сотрудников. Можете ознакомиться. Сейчас, ребятки, нам надо предоставить ему все документы для того, чтобы он своими глазами увидел все даты, время и, конечно же, доказательства нарушений его сотрудников для того, чтобы конкретных вопросов других у него не осталось. Для того, чтобы он не спрашивал абсолютно вот глупые вопросы по типу того, что они сделали и так далее. Мы просто берем и предоставляем ему всю папку документов, которую он сейчас у нас осмотрит. И сейчас еще один очень важный момент. Я его спрашиваю, видите ли вы эти нарушения? И, в принципе, согласны ли вы с тем, что это нарушения, которые должны посягаться законом? Он говорит, да, конечно, и все, ребятки, на самом деле, сейчас у нас рыбка на крючке. Из-за данных сотрудников мы, конечно же, делаем ему небольшую такую предъяву. Из-за данных сотрудников мы не смогли спокойно работать и попасть в опасность. Вы могли, конечно же. Ну и как без того, чтобы сказать то, что и нам был причинен определенный ущерб? И, к сожалению, нам был причинен определенный ущерб. Я так ему и сказал, прямо не косвенно, потому что, ну, понимаете, да, то, что если человек, если, точнее, бандит узнает о том, что мы ФСБшники, он, соответственно, может провести за нами какую-нибудь слежку, в результате чего выведает какую-то конфиденциальную информацию. Я точно не могу сказать, что именно, но такое вполне могло случиться. Как бы надо думать своей головой, прежде чем что-то говорить, точнее делать. Ну и самое главное, товарищ губернатор, мы считаем, что данные сотрудники некомпетентны в своей сфере и не должны занимать данные посты. В особенности это касается того, что эти сотрудники являются старшим составом, то есть седьмым, восьмым рангом, как я уже это и говорил. И они абсолютно некомпетентны, не знают правил и потому не должны работать у вас на должности. На должности, между прочим, правительства, которое стоит на первой месте в верхушке иерархии. А вот что он скажет на эти слова, на самом деле, очень большой вопрос, потому что сейчас он может просто отказаться от этого, сказать, окей, типа, я поговорю с этими сотрудниками или я там вынесу наказание сам, но нам надо добиться того, чтобы он вынес это наказание прямо сейчас, то есть сию минуту. И мы получаем одобрение от губернатора. Соответственно, мы пишем о том, что данные сотрудники сейчас находятся вместе с вами. Как вы понимаете, соответственно, не просто же так мы их сюда привезли. То есть эти сотрудники находятся сейчас вместе с вами в одной, грубо говоря, в одном здании и мы можем их сейчас сюда позвать и разобраться вместе в этом всем. Ну и соответственно, друзья, как я уже и говорил, он может увильнуть от ответа или сказать то, что наказание он вынесет попозже, а нам надо наказание прямо сейчас. Думаю, стоит принять меры прямо сейчас, мы ему говорим, для того, чтобы он как-либо их не укрыл, потому что дальнейшие действия мы не можем оспаривать, потому что это решение губернатора и он сам выносит наказание для своих сотрудников. Но в принципе, если он не вынесет наказание, то мы можем жаловаться на его также некомпетентность в данной сфере. Ну и как настоящие профессионалы допроса мы начинаем давить на него, потому что дальше может быть только хуже. Вы все сами видите то, что эти сотрудники абсолютно не понимают, что они творят. Но похоже на то, друзья, что мы недостаточно на него давим. Он говорит, я приму меры, и что, я тебя сейчас прям возьму и отпущу что ли? Да нет, конечно, друг. Нет, конечно, мы тебя сейчас расколем полностью. Прямо сейчас ты поведешь сюда этих сотрудников и уволишь на наших глазах, чтобы мы все это видели. Какие меры вы примете? Главный вопрос, что мы сейчас спросим, для того, чтобы на него жестко надавить. Для того, чтобы если он не собирался ничего, он свой мозг включил, работал им и все-таки выдал нам, что же он сделает. Вы понимаете, что это очень важно. Опять же, мы давим на него со всей силы. Да, возможно, это как-то жестко, возможно, это как-то, ну, я даже не знаю, некомпетентно по отношению к губернатору, но это наша работа. Наша работа защищать область от таких сотрудников, которые вообще не понимают, что они сами-то и делают. Он отвечает, опять же, самыми простыми словами, да, конечно, понимает. Да вот знаешь, что я тебе хочу сказать? Ничего ты не понимаешь, ничего ты не понимаешь, не понимаешь серьезности данного дела. Потому мы ему сейчас будем отвечать. Какое наказание вы им выдадите? Опять же, такой же повторный вопрос, повторный вопрос, потому что от прошлого он максимально правильно, что ли, увильнул, потому что после этого я начал говорить и он ответил уже как бы на второе мое высказывание. Ну и как мы все понимаем, ничего он сейчас, вообще абсолютно ничего он не хочет сейчас делать, поэтому мы давим конечно. Я могу их пригласить сюда для того, чтобы прямо сейчас вы вынесли для них наказание на наших глазах. Конечно, чтобы мы видели результат своей работы и могли спокойно закрыть уголовное дело на них. Для вынесения вердикта, конечно же, мы ему пишем. А вот сейчас, мне кажется, он даже не сможет придумать, как же правильно увильнуть от нашего вопроса. Потому что если он сейчас откажется, то что бы я про него подумал? Что про него подумает ФСБ? Про то, что он не хочет наказывать нарушителей. Но он говорит, конечно, можно. Поэтому сейчас мы будем всех этих сотрудников вызывать прямо сюда в допросную и здесь уже решать. Вызываем обоих сотрудников. Сотрудники правительства, пройдите, пожалуйста, в допросную вместе со мной. И мы проходим тоже. Они, надеюсь, за нами идут. А он что-то уже тут делает. Опять же, Тёма Горбунов встал на наше место. Но вот что за беспредел? Вот они стоят, голубчики. Ну а теперь, ребята, пришло время вас наказывать. Вот данные сотрудники, говорим мы губернатор. Ну, он, соответственно, сам все это понимает. Возложим все это на плечи губернатора. Вот данные сотрудники. Расскажите им, что да как. В принципе, если губернатор сейчас им все объяснит, и мы скажем ему, типа, вот, вы сказали то, что накажете, давайте прямо сейчас это мы и сделаем. У меня просто нет слов, но мне придется с вами попрощаться. Вот такую вот одновременно правильную и грустную речь говорит губернатор. Наконец-то он понял то, что их пора увольнять. И мы, конечно же, его, так скажем, наткнем на это и скажем, давайте прямо сейчас выносим им вердикт и выносим наказание. Я считаю это ошибкой. Сразу же протестует Тёма Горбунов. Да какая это ошибка? Ты нарушил больше всего. Ты нарушил даже больше, чем Амир. Но решение губернатора не оспаривается. Сам губернатор сказал, к сожалению, придется с вами попрощаться. Соответственно, делаем выводы, что он решил вас уволить за данную статью, за нарушение федерального постановления. Это, если что, очень тяжелая и тяжкая статья. Проверка списков это не преступление. Он, походу, вообще не втирает, о чем я говорю. Но у вас другое нарушение найдено. Поэтому вас не по этой статье вообще увольняют. Губернатор о всем знает. А вам сообщать, думаю, не обязательно. Поэтому давайте это. Не возмущайтесь, ребятки. И, в принципе, примите свое наказание достойно. Ну, а товарищу губернатору, что хочу сказать. Товарищ губернатор, предлагаю прямо сейчас привести приговор в исполнение. Прямо сейчас это надо сделать. Вот незамедлительно, чтобы никаких не было препятствий. Просто берете и увольняете этих сотрудников. Ну и все, друзья. Мы добились своего. Амир Бешамон был только что уволен из организации. Теперь ждем, когда Димасия Колесников, то есть губернатор, уволит второго. Тут у нас с девяточкой Амин Сопрано уже подошел, смотрит и, наверное, сейчас радуется. Потому что наше дело, которое мы вели несколько дней, над которыми мы долго работали, наконец-таки смогло реализовать себя. И, в принципе, мы добились своего полностью. Он спрашивает меня. Конечно, тебя. Зачем ты еще тут нужен? Как думаешь? Вывести их из здания приказываем. Второй тоже, я, как вы уже увидел, уволен. Кстати, прикольные. У них такие скинчики. Батек и этот. Ледокол. Ладно, не ледокол. Шучу. Ну а мы, товарищ губернатор, продолжаем работать над обеспечением безопасности нашей области, а также вашей личности и вашей неприкосновенности. Спасибо за сотрудничество. В принципе, можете быть свободны. До свидания. Вот такая вот, ребятки, у нас сегодня длинная история получилась, в ходе которой мы смогли разведать все нарушения правительства и уволить двоих сотрудников. Ребятки приехали вчетвером, а уехали уже вдвоем, без двух сотрудников старшего состава. Я считаю то, что мы провели огромнейшую работу, в ходе которой мы вот реально сделали все, что могли и смогли вынести приговор для двух нарушителей абсолютно справедливый и который соответствует их нарушениям. Поэтому, ребятки, вы молодцы. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Не забываем про подписочку, не забываем про лайки. И не забываем, что лучший промокод, который работает абсолютно на любом сервере, это промокод HEALTH. Вводи и получай гелик, деньги и вип-статус. Ну а мы встретимся уже в ближайшее время на следующем ролике, который будет не менее интересным. Всем пока-пока.